Последние разы вообще не очень много народу заходят, но уж как есть. По поводу записи раньше выскакивала маленькая табличка, где надо было согласиться с записью. Теперь только звук сообщает, что запись будет. Ой, ладно. Ну, хорошо. Значит, вот у нас сегодня новый человек для нашего семинара, Татьяна Юрьевна Облицова, которая специализируется, в принципе, на итало-византийских или греко-итальянских связях. Все равно как формулировать. Работает сейчас в историческом музее и одновременно у нас в Институте Академии Художеств. И вот она там в Гиме нашла мозаику, знаменитую, можно сказать, мозаику, потому что вот среди римских мозаик, которые Севастьянов привез в Россию, было три, которые попали в конечном счете в Пушкинский музей. Я их публиковала, а одна так до сих пор долго и не была найдена. И вот Татьяна Юрьевна ее, значит, там у себя нашла в хозяйстве и сегодня нам про это рассказывает. И мы внимательно слушаем. Уже 15 минут, можем спокойно начинать. Татьяна Юрьевна, вам слово. Спасибо большое. Я немножко напомню про коллекцию Севастьянова, которая до сих пор еще не имеет своего полного каталога и опыта. Даже самая приблизительная систематизация произошла сравнительно недавно, в конце 90-х, начало 2000-х годов. И материал огромный совершенно, он содержит... Про это есть, конечно, большая библиография, ну, не то, что большая, но очень серьезная. Около 8 статей Пятненского, статья Кызласова, совершенно замечательно захватывающая статья Довгала, которая пишет и про путешествия, и цитирует литературные источники, и все это очень, в общем, страшно описывает период, когда создавалась эта коллекция Севастьянова. Я, наверное, про них говорить не буду, про эти статьи, они давно опубликованы, в общем, наверное, хорошо известны. Я пошла туда смотреть одним фрагмент мозаики, который я нашла по фотографии, совершенно случайно, потому что сама мозаица, снятая и укрепленная в 19 веке, то есть она, возможно, и раньше была укреплена на панно, но в 19 веке ее окончательно переложили во многих местах, она не в моем хранении, но зато в моем хранении оказались фотографии, которые нужно было идентифицировать в выставке путями цивилизации, кажется, где большая византийская часть была, и заодно давно продвигаемый проект тоже со стороны отдела хотелось поддержать про византийскую экспозицию, про которую все еще думали, чтобы как-то восстановить. Чтобы подобрать памятники из нашего отдела, я просмотрела фотографии, которые были сделаны с Севастьяновской коллекцией, хранящей сейчас в РГБ. И таким вот образом я совершенно случайно обнаружила фотографии, и уже по его номеру в чужом хранении мне позволили смотреть вот это панно. Я привела первый лист из записной книжки, она очень маленькая, в ладони примерно, вот такой вот мелкий почерк, поэтому, вы видите, это опись, который сделал сам Севастьянов, поэтому, в общем, вы видите, что разобраться очень сложно, и, наверное, отчасти это послужило тем, потому что до сих пор это не подплатизировано. Вторая, я смотрела эти записные книжки, в основном это приходно-расходные ведомости, либо какие-то занятия, ну, такие очень обрызистые. Вот, и то, что касается Рима, это всего вот эта одна книжка, ну, она не только Рим касается, но в частности Рима, там, и других европейских частей, можно, наверное, пролистнуть. Я не знаю, я могу листать или нет? Это, вот, это Павел Викторович Листаев. Большое спасибо. Любезно вам Листаев, да. Да, спасибо. Вот на этом листе можно увидеть, видите, внизу самым 526-й, 516-й номер, 574-й, и речь идет как раз о вот этих фрагментах и еще какой-то западноевропейской картине, видите, «Двое византийское мозаисе», «Иосиф», «Прожие матери», вот это вот. Это, собственно, первое упоминание в июле 63-го года, наверху здесь написано «Рим», первое упоминание вот того, что он осмотрел эти вещи. Дальше, можно дальше сказать? Павел Викторович Листаев. Вот, и дальше вот то, о чем вспоминала Ольга Ефимовна, и о том, о чем можно прочитать практически перед ней, в том числе на сайте Кушкинского музея, заметки вот этим мозаиком, да, что вот в неком доме Банико, время Петра Ивановича Васьянов посетил вот этот антикварный салон и увидел и зарисовал вот эти все три или четыре фрагмента уже, да, и вот здесь как раз вот в самом низу вот то, что он зарисовал, о том, о чем идет речь. Вот, и Пану, который дутянулся по горизонтали, он назвал «Все человек», ну, поскольку у него действительно здесь такой уже, так сказать, бывалый и прошедший, ну, такой, я почему не назвала название этой мозаики в расцелке, потому что мне кажется, что вот входил в пути вот от этого названия «Все человек», который больше привязывает к реностатскому временам. Сейчас можно пролеснуть дальше. Да, еще дальше. Да, и вот таким вот образом вот эти фотографии, которые, ну, видимо, сделал сам Ивас Кирянов, потому что сохранили свидетельство, что он изучал вот эти опечатки на стрелиной бумаге, и учился он у Николая Левицкого, это брат Герцена, и потом, по-моему, с Антонином Капустиным они обучались еще на каких-то курсах, то, по-видимому, это все-таки сделано его рукой, и то, что сейчас мы имеем с ними в отделе ДРЖ, это фотографии сделаны с вот этих выполненных филосеновых фотографий в этом салоне. Вот они примерно так усилия, вот в самой нижней, вы видите, это то, что находится сейчас в собрании ДРЖ. Можно дальше. Да, и вот следующая страница, это также 63-й год, но чуть позже, месяцем, и в самом низу, вот тут меня очень интересен над, и, честно говоря, я вот как-то засомневалась, что Банихо – это антиквар, потому что, значит, вот начинается с того, что в августе Стиво Алексея пошел на плясце Макзульки к некоему музычисту, который в доме Рондонине 52 находился, и дальше он пишет по-русски, что здесь он присутствовал воскресший. Дальше он называет совершенно другой адрес, это улица Арка-Фармы, номер 33, первый этаж, у некого Луизжа Альберти, он с этим хрестом столкнулся. Вот, и дальше надо пройти по улице вот этой вот Арке-Фармы в дом Банихо. Может быть, это все-таки не Банихо, это не антиквар, а просто владелец, домовладелец на Виарипетто. Ну, в общем, как-то вот на третий этаж, в свою очередь. На то есть, если пролеснуть дальше, и вот она обычно, когда у нас учитывал уже что-то, он перечеркивает вот такую вертикальную черточку, он уже туда пришел. И дальше можно сказать следующую страницу. А, ну вот, собственно говоря, это я просто напоминаю. Следующая, она немножко, она, да, тонирована. И следующую можно, да. И вот здесь он пересисляет на этой странице, опять же, мозаики, перечеркивает их, вот это номера, которые соответствуют, обычно он так пишет, какие-то суммы. Вот в этом я не особенно разобралась. И опять же, не как бы, не антиквар, а просто дом Банихо. И здесь вот он пишет, что он купил. Куплены эти вещи. Вот. Ну, вот это, собственно, то, что можно было узнать из этой одной записной книжки. И что бы я хотела уточнить, может быть, может быть, задать вопрос, может быть, у кого-то возникли, так же, как у меня, сомнения относительно вот людей, которые были столкновены сверху вот таким вот образом, как мы уже знаем, в статьях. Пожалуйста, дальше. Это кончилась первая папка? Да. Так. Сейчас я... Да-да, спасибо, Павел Ильич. Мы смирно ждем. Да. К сожалению, вот как раз вот эти выписанные книжки, я как-то неправильно видимо сделала фотографии, они никак не хотели уменьшаться. Именно они не оставались презентацией. Да нет. Ну, это... Вы, наверное, презентации не очень часто делаете. Да. Вот, да. Любые фотографии туда вполне садятся. И с большим разрешением, и с маленьким. Так, здесь у нас с вами есть фотографии, они не пронумерованы, поэтому я их как уж включу, так уж включу. Вот. Это может быть не сначала, я не знаю, как такую надо начинать. У меня они вот так выстроились. Сначала можно посмотреть обложку офисе Румянковского музея, потом следующую страничку, первую, ну, первую страницу вот этого, второго раздела, который там есть. Сейчас, сейчас тогда... я делаю... что сейчас их пока не... сейчас я... так, ну, давайте, знаете, как мы сделаем, я сейчас включу у себя вот эту папочку, которую я скачал, давайте так, и вы мне пока скажете, как видно их, эти картинки, мне скажете, какую надо включить. Ну, вот так вот. Сейчас вы видите папочку и скажите, какую картинку, ну, как она называется, я ее включу. Да, понятно. Значит, мы оказались в факте, которая сделана по опеке, уточненной, выпущенной в 2003 году, или Донезия Скворцина. Она не повторяет того, что она писала в статье в Дорогене Мелезин, где она упоминает про Христа в Терновом лице, как в Румянковском уле, пока буду называть это по-новому таким образом, называют в опеке Румянковского музея. Она упоминается, вернее, это панно упоминается дважды. Там в опеке, которая была составлена после смерти кардинала Дорогене в 1621 году. И вот, наверное, сначала мы будем смотреть вот эти опеки, картинки, которые подписаны в опеке 1621 года. А, хочу, давайте ее откроем, посмотрим. Сейчас видно ее? Да-да. Хорошо. Пока не видно. Пока только марочки на рабочем стадии. О, это такая же история, как была. У нас пока ничего не открылось. Да-да-да. Хорошо. Тогда, значит, мы это закрываем. Вот она упоминает... Сейчас, сейчас. Сейчас, извините, пожалуйста. При том, что опеки, существует огромное количество, на протяжении 17-19 веков они составлялись буквально через каждые 20 лет, это связано с распылением и коллекцией после смерти маркиза Винченца, то есть племянника, кардинала, который умер в 1638 году. И вот именно в двух вот этих первых опеках упоминается исчезнувший потом из поля зрения антиклара ПАНО, который хранится у нас сейчас в Музее. И указываются его размеры в римских сиадях. И это вот дополнительное подтверждение того, что речь идет о том же самом предмете. Потому что у нас, конечно, сейчас в сантиметрах это существует, но в общем размер абсолютно совпадает. А где тут размер, извините? Здесь нет, это в тексте. А это таблица, которую составили на основе ее... У меня нет самой сети, у меня только некоторые фотографии текстовые из этих опеки. К сожалению, вот она вот в здании уже в трехтомнике, который сначала как эти номериалии шла, а потом прилагались к нему документы, она не упоминает этих документов, она только ссылается на то, что она уже их издавала. Почему у них как-то нельзя повторять, я не поняла. Ну вот здесь, я не знаю, вы видите, здесь размеров нет, но это номер 96, да, который сейчас? 96 или 98? Мелко. Следующий будет трехзначный номер в опеке после смерти кардинала и второй вот с другим номером абсолютно с тем же текстом в описании, скопированным вот в следующий файл, который будет называться «Опись 1600», такой же был, здесь, 1638 год, который вышел после смерти Винченца, Марсис, после его пленянника. И все, больше, собственно говоря, ни в одной опеке, даже в самой обширной 1812 года, в французе вот этого Ландона, нет упоминаний о мозаике с Христом в Черномом Винце. Надо сказать, что у Джесси Майя, у кардинала была такая, в общем, довольно обширная коллекция голов Христа. Я там, к сожалению, они все, они, ну, собственно говоря, они существуют сейчас в опеке у Сильвии Даной и Скворцина в качестве рисунков, которые были выполнены графиком французенцы начала, 18-го, начала 19-го века, но они, конечно, малоузнаваемы, но они представлены, но про них, известно, где они находятся. Что-то можно смотреть дальше, вот эти головы. Скажите, пожалуйста, как называется файл, который я должен открыть? Там рисунки, сглавания, сначала открывается, которые офисе 1621 года, а не пораньше, а потом будет 1638, можно просто с флошниковых выключить, или... Они у меня открываются по одному, ну, давайте попробуем, да, сейчас еще раз. Давайте попробуем. Можно следующее, я для меня сейчас дам. Вот, следующее, да, вот. Ну, вот, собственно, Титаретта, видите, как бы понятно, где он находится. Дальше можно просто полистать. Да, вот, собственно говоря, вот эти два главных для нас офисей. Инвентарь 1621-1638 года. Дальше. Да, вот про мозаики и скучнистого музея впереди. А, собственно говоря, это уже, да, вот впереди первые два номера. И через «Кавалер Дортина», опять же, вот, из Пушкинского музея, то, что они, ну, последние из Пушкинского музея. Ну, это Карачи, вот она так изобразилась. Тоже известно, что это в доме обувенцоверно сейчас. Андрея Андрея Дальчарта, это по 1638-го года, но он, может быть, первым упоминался. Ну, вот, вот такие вещи. Да, ну, вот это последняя глава, которая у нас. Они все известны, но она не зарисовала, то есть, как к тому времени, когда она описывала коллекцию в конце 18-го века, видимо, его уже не было там. Можно дальше. Ну, а дальше уже следующая папка, правильно? Следующая папка, которая уже наша ухранительная. Хорошо. Так, все, все. Я его обнаружила в конце прошлого года и попыталась наладить отношения с реставратором, но, к сожалению, тот, кто... А, нет, это... Нет, не эту папку, следующую. Иконография. К сожалению, работа оказалась для нее, ну, как бы, по ее представлениям очень сложной. И она сказала, что в Москве специалистов, который бы взялся за такую мозаику, наверное, нет. Это довольно тонкий слой тессер, посаженный на гид. И, ну, когда мы будем смотреть, вы увидите, что, наверное, вот то, что выложено их черной таким окантовкой, вот это, наверное, самое подлинное. Я прошу прощения, это какая номер папки, какая? Пятая, третья? Так, сейчас я должна посмотреть. Вот я сейчас иконографию открыл, это четвертая была папка. Но, по-моему, мы с вами открывали третью, вот это вот, которая предыдущая. Нет, перед этим была первая и вторая, Сурик, по-моему, третью. Мы вторую не открыли, мы вторая первая. А, мы не открывали вторую, надо открыть сейчас вторую, да? Надо открыть вторую, это как раз наш фрагмент. Хорошо, сейчас сделаем. Там сначала обложка вот Румянского музея, потом сразу первую страницу опеки. Номерами. Сейчас сделаем. Опись сначала Румянского музея, да? А, просто сначала, а потом-то мне. Так, сейчас. Да, ну вот это уже первая страница. Вот, и здесь как раз, вот видите, первые, это три фрагмента, нам известного, Кушкинского музея и 308 номером, вторая, вот, второй абзац, это то, как определяли ее, это Тилинская, Тилинская, Тилинская металла. Так, как определяли ее при поступлении в Гамминский музей, то есть, в Румянского музея. Теперь можно вот, лицевую сторону, наверное, да, ну вот это вот, как вы видите, это фрагмент, а там самая такая длинная, по горизонтали вытянутая, ну вот это, да, вот тут, да. Что можно сказать, в косом плите вот на нее смотреть лучше всего, потому что она так, конечно, произвлось впечатление очень тяжелого, наверное, 19 века, но вот эти тессеры, которые выкладывают овал лица, мороду, губы, вот здесь вот эти чертые такие толстые линии, вот, хоть по всему они подлинные. Голосы почти все, фон переложен весь, весь, где-то даже вот он закрашен, вот эти вот кучки такие вот, которые отсутствовали и просто покрыты черным, вот, и вот эти атрибуты, по-видимому, тоже петух здесь, они появились намного позже, они сделаны, ну, с таким хорошим, наверное, перфиксивом очень, в общем, по моим представлениям, это 17 лет, но то, что видела реставратора, она подтвердила, что вот это самая интересная ее часть, вот, но, видимо, поэтому он не привлек внимания и был вот висан в губе. Глаза тоже переложены, к сожалению, здесь вот около переносицы все новое, фрагментарно сохранились тессеры на щеках и вдоль носа, вдоль линии носа, и вот старая, бордовая, и не проходит. Здесь просто как-то измечает. Наверное, вот это 19-го века, чтобы был радостью, не знаю, как-то измечает. Вот, пока исследования остановились, потому что было бы интересно, ну, вот эти техники, технологические, как видите, вот, стилистически здесь, ну, по моим представлениям, как быть далеко невозможно. Вот, но эти техники сказали, что они вроде бы что-то могут сделать, ориентируясь на те факты, которые приводят о тессерах Марии Ангалоры, вот, фрагменты Пикта, и которые приведены до на этих кварцинок в качестве комментариев, потому что некоторые фрагменты там исследовались. Может быть, в Путинском музее также вот есть какие-то исследования, которые выполнялись во время реставрации 70-х годов. Мы прошу бы их сравнить, но пока вот те специалисты, которые у нас в Москве, не берут в это. Теперь мы ждем, когда к нам из Эрмитажа приедут. Я сделаю этот запрос, ну, вот так. Может, и следующий. Там немножко ближе можно посмотреть во фрагментах. Может, уже без лишних вот этих ставок. Да, ну, опять же, да. Ну, как известно, существуют, для реверсии, откуда это все происходит. Я, конечно, поддерживаю Ангалора и Ольгу Евгеньевну. Но Божкович говорил, о том, что сейчас можно открыть, наверное, последнюю кампу, вот минуя вот этой фенографии, которая называется «Реконструкция». Я хотела полистать книгу, которую подготовила Марианна Далора от «Серена Романа». Там хорошие такие реконструкции, и можно представить фрагменты, которые могут идентифицировать тем, что у нас есть. Да, и вот Божкович говорит о том, что принадлежность этих снятых мозаик базилифи Сан-Федро и сомнительного. Ему кажется, что это может быть из Сан-Паула Кори или Мора. Вот, и он приводит Богоматерь, в которой сейчас находится в Сан-Федро и Сан-Федро и Мора. Там в этой папке она есть. Да, ну, наверное, это самое последнее, кажется, что я хотел сказать. Сейчас, Смотик, я подскажу. Сейчас я зайду к себе в почту. Да, ну, это первый вид, да, как просто я хотела напомнить, и дальше сразу можно пролистнуть, перейти к модели. Да. Как это все устанавливается. И дальше, и дальше также, да. Ну, вот о чем здесь речь. Мария Андалора, как известно, и Ольга Евгеньевна полагает, что вот этот Богоматерь из Курсинского музея относится к этому ряду. Но о Хриске здесь речи не идет. Вот про эти фрагменты достаточно ясно. Можно дальше. Да. Фрагмент распятия. Куда бы, ну, можно было бы причислить, хотя вот там линия, речь как-то не говорит о том, что это может быть распятие. Ну, допустим, да, вот распятие есть в Нейфи, и дальше чуть-чуть. Да, ну, и вот распятие есть, ну, как не страшно, не страшно даже вот за восьмой век, но вот в оратории можно поближе. или следующую. Так, это вот то, с чем сразу говорит Борфович в голове Богоматери. Да, это то, что предполагается здесь в Нейфи, это то, что распятие, которое есть в Нейфи, ну, могло бы быть. И можно дальше. Так. Здесь я просто хотела сказать, что здесь вот я, повторите, узнаваемый. Да, и вот в этом оратории и здесь тоже есть распятие. Больше в голову Христа пока выйти некуда. Ну, вот дальше. Только это осталось. А, то есть это. Ну, вот я просто хотела сказать, что вот, собственно говоря, вот тот фрагмент, который у нас здесь находится. Им место нашлось, а вот что делать с головой Христа непонятно. Ну, в общем, я хотела бы сказать следующую папку. Там будет просто иконографический подбор мужа-корбей, который не предполагает, то есть на фоне Христа, может быть, может быть, нет, который не предполагает, ну, вот, собственно говоря, вот такого цена распятия. Вот, может быть, он происходит, этот образ из ну, может, с Дан Маленом и какой-то капеллы. Потому что один из первых таких образов Риме появляется, ну, вот, его датируют примерно около 1300 года. Это Санта-Кротча Мешталема музаичная вот эта икона. Нет, вот чуть-чуть дальше. Можно икону просто сказать в Аплатье. Да, ну, это тоже, да, нет. И дальше-дальше. Еще чуть-чуть. Еще вот это кончилось. А, а как, а там, короче, Мешталема нету? Я вот листаю, давайте начнем с этой иконой я листаю. Да, ну, вот это тоже ранний из Национальной галереи в Лондоне. Он, может быть, даже раньше, чем Санта-Кротча, то есть, это, около 1265-1265 года. Может, роди, да? Ну, это похоже уже. Все, вот, мы все пролистали. Я, наверное, пересела, вы подошли. Мне кажется, все знают вот это музаичные иконы из Санта-Кротча и Барзолема. Вот, здесь я этот поздний образ, в общем, практически уже 15 века из Транселивания взяла, потому что я подумала, что, может быть, вот такой вот табернак, где можно разместить вот этого мужа в корве, который есть у нас. Может быть, это что-то подобие вот такого табернак или не обязательно категор, но просто вот, собственно говоря, в нише или, ну, вот такой вот, не знаю, малиновый образ. Потому что, мне кажется, частью расчастья это быть не может. Извините, что я так шкомкана, просто у меня еще сырой материал, я с тобой никак не приду ни к такому мнению. Вот, и мне хотелось бы, чтобы, ну, как-то отреферировали и подсказали, что, может быть, это очень странные мысли мне приходят в голову, и так быть просто не может. Но, мне кажется, восьмой век, это слишком такой, было бы смело, предполагали. У вас еще папка с картинками есть? Все, но она такая, мне как бы, наверное, я пока не буду ее показывать. Ну, так если она у вас есть, что же? Давайте уже все просмотрим тогда. Уж как есть. Надо тогда мне ее прислать. Ага, она не пришла к вам? А, я думала, я думала, вам все переслали. Татьяна Юрьевна? Ага, я пока не зашла, я ищу. Что делаем? Ну, наверное, вы знаете, там просто уточнение, наверное, я, собственно, завершила. А, ну ладно, спасибо. Тогда спасибо. Значит, друзья, включаем все микрофоны, да, и задаем вопросы. Материал так трудный, надо сказать, да, поскольку картинки без презентации и памятник такой чрезвычайно сложный. Но вообще тут есть о чем поговорить. У кого какие вопросы? Друзья. Ира Рецкая зашла. Да, Ирина Анатольевна, приветствуем. Мария. Добрый вечер. Приветствуем. Простите, я зашла с опозданием. Нет, я не готова пока. Нет, вопросов нет? Маша? Нет, вопросов очень много на самом деле, но просто я боюсь, что, может быть, что-то я упустила вот с самого начала, поэтому, может быть, я еще не подумаю. А то мы спрашиваем, да, кто, давайте, время не тянуть, да, у кого что-то. Я вот хотела спросить, Таню хотела спросить, вот у Христа изображена корона, это корона радиата, это поздняя корона, то есть, что говорят реставраторы? Ну, фон переложен, насколько я поняла, это такая вот... Терновый венец у него там, да? Венец, нет, там явно это поздняя, да. Тек, еще чего? Мария Игоревна, не будет ничего спрашивать. Спасибо большое за доклад, это интересно, конечно, памятник, но вот насчет сохранности в основном вопросы, какие там вообще, в принципе, можно вот картинку еще раз, извините, Павел Викторович, с мной? Которую? С самим героем нашим. Какую? какую? С самой мозаикой. Ну, вот сама мозаика в Терновом венце, это в какой у нас папке было? По-моему, в пропущенной второй, да. Хорошо, попробуем, попробуем. Извините, что вас так задергали. Ничего, 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 Так, сейчас, не бы ее найти бы, эту пропущенную вторую. Угу. Сейчас я... Угу. Сейчас сделаем. И сейчас... СНvie, что вас так спиливат, а вот какие участки все-таки первоначальные то есть часть лика сохранилась правильно я понимаю мышку не видно такого блестящего черного которая обрисовывает волосы бороду потом плечи и руки вот она производит впечатление самой подлинной также вот оборвение губ линия носа но тут есть перекладки вот она только кончик носа обозначает и дальше вот эта бордовая линия которая вторит ей черная вот вот она вот здесь вот совершенно иная кладка нежели вот во всех остальных местах глаза к сожалению переделаны вот если здесь используя в левом глазу вот тут собственно подлинная цептора первоначальная такая которая присутствует вот при выкладывании вот этих складок тела и волос вот а остальное говоря и даже белые вот эти теслеры они вот такого как как вот здесь вот как вот где где вот эти атрибуты где полотенца вот они такие совершенно ну как в кафе это довольно поздние вещи а вот зрачок все-таки подлинный да один подлинный черный и вот эти вот теслеры телесного цвета они частично присутствуют вот не наверняка что они в первоначальной сладки своей не были притасованы около носа и часть левой щеки ближе к ближе ближе к там вот куда к бороде лик вот вся верхняя часть лика изуродована но вот сохранилась линия волос понятно а подскажите пожалуйста а вот нижняя часть изображения христа там что-то сохранилась из вот первоначальный ну то есть мы можем быть уверенными в том что христос был изображен обнаженным да вот в этой части сколько этапов реставрации выделяют реставраторы или или могу да сказать просто я наверное не очень четко сказала что реставраторы не герут за эту вещь мы вот я ее обнаружил год назад и из той поры уже было 3-4 реставрационных совета ну то есть они говорят что в суштинском некому этим заниматься в русском музее возможно есть а то что наши тирамисты смотрят они при определен они сначала вообще смотреть не хотели но когда как-то очень удачно был ясный очень солнечный день и мы смогли еще раз пригласить и поднять шторы они согласились что в косом свете это совершенно очевидно вот что есть разные участки вот и конечно там они ничего не говорят это мы можем предположить просто что она уже в семнадцатом веке когда очень любили вот эти атрибуты была и знаменат и вот они появились и панно увеличилось и фон доложили потому что мне кажется она не была такая вот вытянутая горизонтально но это даже не важно короче говоря вот это все что по сторонам это все по крайней мере середины 17 века дальше сколько реставрации было но к сожалению только химики сейчас могут сказать даже реставраторы не могут и такой степени сохранности вот определить очень надеюсь что к нам придет будет хорошо спасибо спасибо насти у вас что-нибудь есть надя терещенко да я хотела спросить размеры какие физически метров 127 на 60 примерно 8 просто в свое время мы помните были боголюбскую когда смотрели когда ее реставрировали и мрт делали и рентген делали просто если сделать все вот эти исследования более глубокие может быть что-то будет более ясно но мозаика это не темпер а тут немножко другое поэтому я говорю что мрт сейчас я расскажу кое-что про пушкинского музея но сначала давайте вот у кого какие еще вопросы если на зрелисти зададут да все молчат настя тоже молчит ну ладно так кто чё сказать хочет теперь ира рецкая спряталась все таки совсем что мне хочется сказать глядя на это произведение это мне кажется что все вот эти страстные атрибуты все все вместе вместе с терновым венцом что все это конечно какие-то поздние абсолютно ну так татьяна верно это самое да 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 и это очевидно даже при такой неважной фотографии это конечно очевидно и это да и это совершенно согласуется состоянием сохранности остальных фрагментов они так примерно и делали то есть вот ну какой то вот более или менее подлинный кусок там головы тела ты и вокруг него части старой смальты а части совершенно новой поздней складывали всякие вот фигуры фон и так далее вот когда я там занималась этими мозаиками то произошла забавная ситуация вот богоматерь которая так и висела в экспозиции она стала плохо себя вести явно начала отваливаться да по это с чего собственно вот это все началось поэтому ее сняли и срочно приговорили к реставрации и формально ведь хранителем была не я вика маркова этого всего хозяйства но как-то вот ровно в этот момент ее не оказалось и старушки из отдела значит призвали меня что в принципе нормально и ровно поэтому я и занялась тогда и всеми остальными и от благодаря тому что она начала отваливаться там какая сложилась ситуация реставратора по мозаикам тоже в пушкинском музее как вы понимаете нет до чем сейчас только что справедливо и сказал татьяна юрьевна но там была молодая очень инициативная и толковая девушка химик изначально вот и она занялась этой самой мозаики значит что мы сделали она тоже была вот так смонтирована бог знает на какую-то неизвестную основу да как тут вот с рамой но поскольку вот она начала отваливаться это наша богоматерь то ее положили мордой вниз то есть смальтой вниз а все что ее окружала было снято и благодаря этому мы очень наглядно изучали тыльную сторону и там сразу стало абсолютно ясно где древняя настоящая штукатурка да на которой была первоначальная древняя смальта и где поздняя штукатурка бог знает каких разных веков да и оказалось что лик там совершенно родной да то есть абсолютно нетронутая родная штукатурка то есть вот картина вполне сопоставимая здесь лик явно не весь родной да правильно говорит татьяна юрьевна что все равно тут какие-то вставки и тинки но это так и бывает вот а там кругом вот мафори этот очень странный как такой шарф у нее на груди получается и наверху у богоматери как чепец какими-то там вместо того чтобы быть более или менее округлым там какие-то уши у него торчат это все конечно были поздние вставки и в значительной мере из древней смальты но вот они решили сделать чтобы им было красиво да уже совершенно фантазийные такие узоры из древней смальты а кроме того просто уже совершенно позднюю там золотой фон там немыслимый просто смальты 19 века из стекляшки которые делали там видимо при реставрации торчелла каких-то еще этих самых ансамблей которые в конце 19 начале 20 века потом приводили в порядок вот такого типа смальта и соответственно это все оформляли как картину и отправляли на антикварный рынок да и это видимо вот в разные периоды истории бытования этих мозаик с там бог знает какого 17 может быть это и раньше попадала в какие-то коллекции господь их знает да когда когда начинали это все монтировать и когда потом на рынке это все переходило из одной коллекции в другую и так далее вот и соответственно тогда по аналогии с вот так очень достоверно изученной богоматерью стало понятно как устроены и остальные две мозаики да одна вот из капеллы папа иоанна седьмого седьмого а вторая атрибуцию таритти которую я сделала и потом где-то в америке нашли из этой же гробницы фрагмент богоматери вот мне присылал тогда в лимитину пачи как раз эту статью и сейчас уже показывал татьяна юрьевна реконструкцию где оба фрагмента да то есть не только младенец но и богоматери там тоже самое более или менее родная головка младенца и вокруг ну совершенно перемешанная частично древняя частично поздняя смальта так что тут видимо тоже самое более или менее какие-то родные куски лика и плеч а фон да этот самый венец не немыслимые вот эти атрибуты и так далее это все уже смонтировано чтобы сделать какой-то такое подобие новой европейской картины которая дальше двигалась по антикварному рынку теперь что я еще хочу сказать значит на татьяна юрьевна тут перечисляла мне публикации по коллекции севастьянова у меня есть тоже статья в английском сборнике тогда я ездила с этой информации в лондон они опубликовали теперь вот та лавка о которую информацию о которой в архиве севастьянова нашел пятницкий где те три мозаики упоминались она точно вот я сейчас не проверял но я точно помню что это было как раз на виаде репет то есть ровно на этой улице номер дома я сейчас не помню но вот да он тоже соответственно я публиковала пятницкий публиковал там и так далее и не знаю татьяна юрьевна знаете ли вы есть еще большой альбом который издавала тоже андалора называется фрагмента пикта где она более или менее собрала ну почти все до или известные на тот момент эти самые мозаичные фрагменты которые вот так вот разошлись по разным коллекциям по разным музеям из римских храмов очень полезный надо сказать материал еще я не очень поняла может быть я пропустила или слышно плохо было или вы не отчетливо сказали тогда мне вы про какую-то даму говорили которая вот эти самые описи комментировала я не поняла кто это если сейчас дополните будет очень мило если уже трудно вернуться то будет жаль сейчас она ординарный профессор в университете лас-у-пи-янс ее зовут сильная донезия скворцина она издавала в берлинг-магазин статью вернее даже две статьи в 97-98 году они были изданы ну естественно там вот это соответственно издание на английском языке вот и в основном они касались там есть упоминание о об инвентарях кардинала и его племянника но нет там в основном про карабашу и про то что уехала в пруссии потому что конечно большая часть оказалась в пруссии в 19 веке из этой коллекции а потом она издала книгу вернее сказать трехтомник а потом два дома документов то есть это хорошо от комментированная она стала все офисы про эту коллекцию вот наша тоска то есть вот это понос хрестом в терновом лице упоминается только вот в первых двух у кардинала его племянника потом хотя вот на протяжении нескольких нескольких не всех но самая крупная в 1812 году опись вышла в Париже и вот там все фрагменты искусственного музея упомянуты но они с номерами и можно проследить их историю куда они ну понятно поскольку это уже все а это нет видимо она уже тогда была в таком состоянии что угодилась в антикварную лавку понятно ну уж уж да спасибо да что-то я еще хотела сказать да это вот оборотную сторону богоматери да где вот видна вся эта разница штукатурки и понятно где подлинное неподлинное я вообще в свое время публиковала я уже не помню в русском варианте или вот в итальянской статье которую тогда патчи опубликовал я не помню но она точно опубликована а девочка это реставратор химик которая тогда работала с этой мозаикой она потом довольно скоро эмигрировала в германию и у меня никаких нет с ней связи и действительно больше пушкинском музее никто такими мозаичными работами не занимался вот на самом деле в третьяковке все-таки у них есть мозаика да фрагмент эти из михайловского златоверхова поэтому совершенно не исключено что у них все-таки в москве есть какой-то реставратор который умеет с мозаикой работать надо там спросить все-таки у них существенные фрагменты и в экспозиции висит да значит они за ней как-то ухаживают тоже большая тяжелая мозаика наверняка ее надо поддерживать иначе она вся бы давно осыпалась тоже не английская итальянская английская допросе ну я там ничего особенного в принципе мы все более или менее в значительной мере друг друга повторяли но какие-то детали там добавляли убавляли какие-то атрибуции вы нам конечно не очень много рассказали сегодня по поводу вот собственно предположений о датировке подлинной части этой мозаики и о том действительно из какого храма римского она могла происходить вот если ну сейчас плохая такая картиночка конечно не 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 то чтобы и вообще без вот всех этих реставрационных данных рассуждать трудно но я бы так на вскидку сказала что на мозаику из капеллы папы папы и она 7 она не очень похожа на на такую раннюю мозаику скорее ну тут конечно я беру на себя большую смелость потому что ясно что надо в живи на нее смотреть там с лупой и так далее чтобы как-то понимать кто его знает вы сами к чему скорее склоняетесь композиционно если речь идет о санкт-петро больше никуда представить ну мы не можем да пока не но не знаем да пока не знаем вот на меня тоже не производит впечатляем ночи ранее хотя губы очень хороши там они совершенно не переложны но вот такого чтобы это был восьмой век я бы тоже не решила сказать ну да хотя вот композиционно вроде бы она туда подходит и по размеру тоже но это все что не подходит вы что-то говорили что в сан-паула она могла бы быть когда-то говорили ну вы понимаете дело в том что да мне казалось что второй вариант где можно искать там где работали венецанцы этого сан-паула вот но тоже не сохранилось никаких особенных есть распятие но она мне кажется что на распятие это какая-то совершенно другая композиция поэтому я не смогла ее определить как название можно как-то определиться для распятия как-то он высоко и гордо держит голову да она у него не спадает с точки зрения до иконографической как-то он почти прямо некоторые ну например данная скворцина еще есть такие упоминания о том что иногда мужик орбей без креста сзади с руками на животе сложными и не помещали в конхе она видела несколько прорисовок ничего такого не сохранилось понхе если понхе то но можно предполагать что здесь какой-то должен быть намек на криволинейность поверхности что это не на совсем плоской было а хоть где-то какая-то изогнутость может угадываться так ли это здесь вот эти фон здесь весь неровный он весь такими сильными буграми но тем более что весь фон переложен и вот только то что связано с головой вот она но если этот фон относительно покатый то вполне годилась бы мне кажется так еще кто ничего не у нас желает высказать нужно еще спросить а почему галинар это не может быть христос перед пилатом или еще когда страстного цикла да да почему нам нужен обязательно муж скорби который заранее поздний да да ну да ну здесь поскольку здесь в этой странной зубчатой короне как у христа гилиуса а вовсе не как глаза еще открыты при этом но так он как-то вот пряменько очень да вот он в самой позе нет такой трагичности да как должна быть там на распятии у мужа скорби ну в общем чего-то такого уже крайне страстного здесь вроде это не ощущается так ну скорее триуфальник какой-то вот только у него открыты глаза и как-то вот естественно очень если если они были то как бы да потому что поды нижние века оно не правильное вот но с другой стороны якобы голенький да то есть ира права что скорее какое-то начало страстей может быть то есть его уже типа разделе но еще вот да не не пригвоздили да вот именно да и сан-пьетро там же такие циклы огромные наверху были до которых от которых нет кусков мозаик поэтому совершенно неизвестно и неизвестно не фресковые циклы нет нет там были там и мозаики были и неизвестно какого времени поскольку нет фрагментов там же реставрировать и и какие-то вставлять новые мозаики могли в любые века господь их знает понятно в общем пока это загадочно я вам очень благодарна потому что наши не предполагают даже каким образом это делать и не желают вкусности обращаться не ну потому что рискованно вещь сложная опасная тут поковыряешь она развалится это как раз очень все понятно но там вот я рассказала эту историю богоматери она уже начала в экспозиции сыпаться ее надо было срочно укреплять ее вот так положили мордой вниз подклеились видимо я сейчас не помню все процедуры ну наверное приклеили вот лицевую сторону заклеили там бумагой или чем-то таким да калькой а потом стали вот с этой изнанкой разбираться и хорошо сделали укрепили да заодно там и анализы какие тогда сделали полезные тоже это подтверждало какая смальта древняя какая поздняя но это и на глаз в общем было более или менее видно и что именно с изнанки уже было абсолютно очевидно какая штукатурка древняя подлинная какая вот всякая гипс какой-то там ну немыслимые какие-то поздние эти вставки были они все примерно так же вот и делались потому что ну какой-то такой драный центральный фрагмент его же некрасиво просто так в коллекцию да какого-нибудь да вот папы еще какой-то или потом в 19 веке антиквары их вот так монтировали как картину на деревянную раму и прочее да и соответственно все отсутствующие недостающие куски и углы заполнялись всякой дрянью иногда осмысленной как здесь эти самые какие-то якобы символы иногда просто фоном Ольга Евгеньевна просто мне все-таки разные варианты бывали реставрацию вот если мы возьмем в качестве примера фрагмент из эрмитажной коллекции с выражением головы спасителя там 19 века в общем-то практически все но в первоначальной кладке остались следы то есть вот отпечатки в грунте первоначально видны а все что там сейчас мы видим это уже такая поздняя реставрация по-видимому 19 века нет я имею в виду Маш естественно я не претендую на то что это я это такое универсальное я говорю про эти римские мозаики которые вот в Риме на рынке попадали и вот ну соответственно лучше всего я эти наши три из Гмеи знала ну и вот прочие римские фрагменты то вот чем и Андалора и Маша Лидова занимались этим ну многочисленные сравнительно многочисленные фрагменты из этой капеллы Папеан 7 из Сан-Пьетро да они же тоже и по Италии и там и сям разошлись вот они все примерно так же дополнялись я вот про это говорю а что вообще там могли быть еще какие-то варианты из других каких-то центров разумеется я не помню откуда эта мозаика Христа которая она с Раверной связывается ну вот да она не римская ее же Пятницкий тогда вывесил на этой выставке которую с греками делал народ ужасно возмущался что он такую хаку повесил которая ну она конечно выглядит уже совершенно как фальшак но поскольку он гордо считает что все эти мозаики переложены и в принципе он прав в той или иной мере нет ни одной мозаики в которой было бы все первоначальное просто там вообще живого места нет да 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 я просто видела в фондах да 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 он обижается мы с ним сто раз об этом говорили он ужасно обижается и считает что поскольку вот они как бы ну числятся древними и что-то немножко древнее там есть то пусть и в экспозиции на выставке и туда все ну у всех свои тараканы а вот скажите мне кажется ведь тут я правильно понимаю она смонтирована деревянный щит правильно да на деревянный щит и на раму то есть тут такой вариант с оборота посмотреть невозможно вот ну да вот я и говорю потому что просто так ковырять вроде жалко страшно а с другой стороны если вот опять эту всю лицевую сторону чем-нибудь аккуратно заклеить чтобы эта смальточка никуда не сыпалась положить ее мордой вниз примет решение снять эту всю отвратительную раму и тогда опять по изнанке будет просто все наглядно видно нет ну я не знаю найдется такой реставратор который решится это сделать или нет ну естественно она у вас в запаснике татьяна верна понятно нет а та богоматерь она же так вот висела в экспозиции так себе спокойно и беззащитно висела и в какой-то момент она просто совершенно поплыла и стало очевидно что ну если не вмешаться то просто мы вовсе ее потеряем и тогда вот это все получилось и анализы и оборота штукатурки посмотреть и в результате серьезное укрепление мне кажется я хотела спросить маша прервала а вот почему вы думаете что мрт не даст никакой информации я ничего не 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 я не спорю что вы на потому что вот как раз это же хорошо да по размерам она подходит может быть как раз это попробовать может и даст да я рассказываю про тот опыт который вот я тогда прошла я тоже еще молодая была это все ужасно любопытно было вот хорошо бы картограмму сделать конечно вот исследовать ее и сделать картограмму на которой было были бы видны участки первоначально первоначально кладки мозаичные все таки это картограмма дала бы более точное представление ну да да это все сейчас на глазках поскольку ну что интересно она очень тяжелая там очень толстая она посажена на толстые слои гипса и потом ну да потом этот гипс на деревяшку да да такие вещи очень сложно всегда реставрировать какое-то время она где-то вот так и висела вертикально да в этих коллекциях и в этих веках что тоже ей совершенно не на пользу да а сейчас у нее хорошее состояние вот то ей ничто не угрожает этой мозаике или ее срочно надо как-то укреплять нет дело в том что они года два назад ее мыли реставраторы и в общем совершенно она их не установила они уверены были что это будет на 19 лет смотреть не на что и они считают что с ней все в порядке они не готовы ее исследовать понятно а есть тот христос эрмитажные из равенны то тоже понятно там эти мозаичные мастерские эти бесконечные реставрации были там конечно такого рода фальшаки тиражировались тоже да с большой бойкостью да ну вот сейчас когда вот они вот на косом свете при ярком при очень ярком свете не рассмотрели они да согласились что в ней что-то подлинное проглядывает не я думаю да вы правы к сожалению фотографии конечно не очень позволяется детали рассмотреть но вы правы что в лике наверняка тут есть подлинные куски в лике и в плечах до глаза позднее там шевелюра тоже частично не родная но тут должно быть много настоящих кусков я думаю корона да корона фон эти вот символы это все уже полная клюква ну хорошо друзья еще кто очень желает поведать спасибо вам татьяна юрьевна если все исчерпались то мы более или менее прощаемся благодарим Павлу Викторовичу который сегодня героически нам все это показывал из ваших папочек но на будущее друзья очень всех прошу делать презентации потому что это во первых не всегда свободен чтобы нам тут это все показывать и конечно это получается медленно и не очень толково да поэтому на будущее пожалуйста да делаем презентации их аккуратно